Итак, всем привет! Продолжаем освещать события турнира. Сегодня поединок между орками и хаосом. И, в общем, интересный поединок. Мне очень понравился вообще, как развивались события, ход самого боя. Поэтому решил закастить. И классная расстановка, что одного, что второго игрока. Висп идет у нас за орков. И, по-моему, ни разу я не показывал игрока. Игрок Ветрии. Из Америки игрок. Очень такой, достаточно сильный игрок. Он в Рим-2. Но вот здесь вот он играет у нас в Ахе на лонплее. И интересный именно вот этот поединок мне. Значит, орки у нас, что получается, два четких пацана. То есть, фронтальная линия достаточно сильная такая. Черные орки по самому центру, которые прикрывают двух стрелков. Это у нас ржавые стреляла и просто обычные гоблины-лучники. То есть, такая вот грамотная расстановка. Нравится мне вообще, что один, что второй. Просто даже сама расстановка вот мне понравилась. Ажак Мясник у нас здесь. В телохранителях у него, посмотрите, четкие пацаны диких орков здесь. Всего у нас три диких орка. Они призваны... Вот два из них прикрывают фланги. Поэтому вот они выведены на фланги. Поскольку, как правило, на флангах у нас сосредоточена кавалерия. Соответственно, либо более какие-то такие тоже... Либо пехотные подвижные отряды, как в данном случае. Обратим на это внимание. Ну и также на фланге выведены вот эти вот замечательные связки. Паучьих, наездников, лесных гоблинов и вот этих кабанов у нас. Четких пацанов-ворков на вепрях. Ну и две хашки у нас. Это голодранцы-грабители, разумеется, великолепные. И гоблинские лучники на волках. Ну и у Ажага-бьюна и похищение души. Что касается хаоса. За хаоса у нас Сарта-Раэль. Три тоже по центру мощных пехоты. Это воины хаоса с тяжелым оружием. Здесь же будущие воители. Хотя я бы вот, наверное, вот сюда бы их поставил. Этих будущих воителей. Вот так вот одного. И вот так вот второго. Мне кажется, так... Именно первая вот эта вот ударная пехотная линия хаоса. Она только бы приобрела от этого. Чуть-чуть за счет этого сузи в фронт. Ну, может быть, даже не чуть-чуть, но тем не менее. То есть, вот эти промежуточки более плотно бы все это стояло. И, значит, правый фланг у нас это два отверженных. Мобильный такой правый фланг у хаоса быстрый. Здесь же два грабителя-всадника. Ну, несмотря на то, что у них нету бронебойного урона. Все-таки бронебойный урон у них 8. Вот у тех же голодранцев, которые заточены под этот 10, да. И все-таки гоблинские лучники на волках. Мы вообще единица у них бронебойный урон. Так же, как и вот у этих товарищей единица. У жавых стрелял у тех же. Здесь 8. То есть, достаточно такой универсальный отряд получается. С высоким вообще уроном от выстрелов. 37. Это, ого! Пожалуй, наверное, самые крутые хашки в плане урона в игре. И на левом фланге один грабитель-всадник. И также на правом фланге у нас отверженные. У нас еще и грабители хаоса здесь. Ну, как более такой быстренький отряд. По сравнению с теми же воинами хаоса. С тяжелым оружием 28. А у этих скорость 35, да. Ну, понятно, отверженных им не догнать. Но, тем не менее. Ну, и отряд один драка-огров здесь взят. Так, что у нас за сарта? За сарта у нас... Как оно это? Заклинание называется. Так, сарта Раэль. Ага, окончательная трансмутация. Да, замечательно. То есть, что оно у нас... Да, домажное. Ну, и плюс свиток вампиризма здесь. И свиток защиты. Так, а мага-то у нас и нету по большому. А, его еще нету. Жак-мясник, да, точно. Ну, и сближаются соперники. То есть, более широкий фронт у хаоса. И начинают хашки отрабатывать на правом фланге. Ну, сарту этот обстрел, он по большому счету вообще ни о чем. Хотя, никто его не стреляет. Он со своими 60 скоростями бежит за говлинскими лучниками на волках. На волках ли. И вот так вот нагло просто чаржит он четких пацанов. Используется чуть ли... Наверное, перепутал с холиком. Но, тем не менее. По четким пацанам здорово. И вот здесь на правом фланге замечательно. Чуть-чуть догнали, конечно же, грабителей и всадников здесь. Здесь вот, конечно, отверженных пропускает у нас чарж. Но, блин, отверженные под кавой. Уже неоднократно я говорил. Достаточно хорошо держится. И посмотрите, тут два в один у нас. И отверженные сыпаться не собираются. Пошло похищение души. Но у него же резист к магии. Там вроде бы 25, что ли, процентов не меньше. Посмотрите, как он здорово чаржит в тыл. У нас в Войнах хаоса. То есть, сходится первая линия. И здесь четкие пацаны бегут. Подтягивается сразу резерв. У нас четкие пацаны диких орков. Все это под окончательной трансмутацией откидывает. У нас ветри. И вот здесь, конечно, зря расстреливает. Ну, хотя на левом фланге у нас драка-огры зашли. Здесь под отверженными, так или иначе, и под двумя хашками начинают сыпаться у нас паучьи. И до кабанам недолго там жить осталось. Ну, и сард по центру просто творит чудеса. Ажак под свитком вампиризма. И откинутый ваак. Там он в итоге не туда и был откинут. Ну, понятно, четкие заруливают против воинов этих хаосов. Все-таки им нужна поддержка. И если бы все-таки будущие воители здесь в них бы стояли, я думаю, все гораздо, наверное, лучше бы сложилось. И тем не менее, замечательно, как заруливают фланги. Посмотрите, здесь бежит кавалерия. Вот они, два отряда слились на отверженных. Вообще замечательно. Ну, понятно, что им помогали хашки, но тем не менее. То же самое здесь. Но здесь вот стоят им бы, да, надо уже их запускать в бой. И замечательно. Вот тут тоже классно. Грабители-всадники ближним боем. То есть уже включена, видать, им атака на ближний бой. Они отгоняют голодранцев-грабителей. Но, блин, вот эти вот по центру, конечно, отрабатывают и отрабатывают нехило. Ну, и несмотря на то, что удалось затащить фланги все-таки хаосу, да. Во-первых, ну, вернется эта кавалерия. А пехотный центр-то, конечно же, он просаженный. Отверженных вот здесь вот просаживают и капитально просаживают. Может быть, с Артру был смысл все-таки здесь еще побегать и как-то этих стрелков погонять, не дать им стрелять. Ну, понятно, что эти хашки в ближнем бою, они, в принципе, как бы, большого резона не сделают. Ну, и, наверное, все-таки перебор по хашкам здесь. Все-таки 750, три раза по 750 это слишком много. И пехотный ростер хаоса просто-напросто не выдержал вот этой вот атаки 7 аж юнитов. Юнитов ли? Орков. Но, тем не менее, ажак красавчик, конечно. Тут еще одна окончательная трансмутация пошла у нас по центру. Но, тем не менее, не сдается хаос. Добиваются остатки черных орков, которые лычку уже набили. Хотя добьются ли. Но здорово хашки отрабатывают здесь по тылам. То есть, больше, конечно, в Рим-2 здесь играет. И, конечно, недоконтраливает. Вот это вот, посмотрите, целый отряд. Вот он стоит у нас, этих дракоограф. Они практически, сколько там у нас, х 8 из 9. Они бы уже давно спокойно могли высадить этих четких пацанов. А вообще, для них цель-то, конечно, номер один это ажак. Да, его здесь прикрывают, конечно же. Но, я думаю, зайди с чаржа раз до два, до сарта, можно было бы уже ажага добить. И вот эти все остатки, они бы просто-напросто уже разбежались. Потому что, ну, уже неоднократно такое было. Более того, паучьи наездники у нас преследуют. Грабители всадников или грабители всадники здесь паучьих и кабанов преследуют. Хотя сбежавший уже отряд. Ну и, тем не менее, натиск хашками в тыл, черным оркам, он дает себя знать. Вот, ну и возвращаются разбитые на флангах, с флангов паучьи наездники здесь. И кабаны, конечно же, что не делает. Плюс, ну, простояли, конечно, все-таки дракоографы простояли здесь. Ну, а так, в целом, так, Залихватский прошел поединок. Кинулись друг на друга. Да, все-таки паучьи здесь с кабанами преследуют. Уже сбежавших грабителей всадников. Здесь гоблинские лучники, они выключены из борьбы. Просто сами по себе они не стреляют. Ну, а Сарту, конечно, надо все-таки было заниматься здесь больше ажагом. Ну, и похищение, все-таки, несмотря на резист магический, просаживает. И неплохо, конечно же, его просаживает. Ну, и достреляли, вот они, дракоограф. Блин, ну, что ж, что тут скажешь? Ну, сильнее, просто орочья пеха сильнее. Разбежались у нас грабители-всадники. Очередной ваг, да? Нет? Нет, еще одна трансмутация. Здорово как. Да, убей ажага и все. И такой ростер, остатки бы эти, я думаю, уже побежали за счет того, что у того же Сарта и резист у него к обстрелу мощнейший. И плюс ужасающий этот вид, конечно, такого попугая увидишь. И ничего хорошего. Ну, и в принципе, что у нас? Испехи-то вот две так достаточно сильно-то сыграли, да, против такого небольшого пехота. Пехота, в общем-то, неплохо зашла. Ну, конечно, набила больше, чего уж тут говорить. Замечательно, посмотрите, будущие воители справились великолепно. 45, просто здорово. Ну, и Сарт был использован, по сути, у нас как ближнебойный генерал, как им он, в принципе, и есть. На манер Холик аж 91 накосил. Наверное, надо было брать Холика, да, заморачиваться с Холиком. Ну, вот такая вот победа Виспа. Молодец. Good game. Спасибо за внимание. Всем пока.